Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Актуальное интервью». И веду сегодня я, Гульна Рассиддикова. И мой собеседник сегодня о начальнике Наульского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Хамадуллин. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите, какова ситуация по пожарам в настоящее время в нашем районе? На сегодняшний день на территории Янаульского района произошло пожаров 42. С аналогичным периодом прошлого года имеется незначительное снижение. В прошлом году было 46 пожаров. К сожалению, в этом году в огне погиб один человек. Различные степени тяжести и ожогов получили два человека. Основными причинами пожаров на сегодняшний день является, это первое, что неосторожное обращение с огнем, неисправность или неправильный монтаж электрооборудования, неисправность отопительных печей и дымоходов печей, а также на сегодняшний день актуальная причина пожаров – это детская шала с огнем. Для предупреждения пожаров по основным причинам пожаров проводится определенная работа государственным пожарным надзором, пожарной частью, органами местного самоуправления, куда входят профилактические группы, которые в ежедневном режиме проводят рейды, проводят патрулирование территорий, проводят обследование жилых домов на дворных построях граждан, по обучению населения мерам пожарной безопасности, именно для предупреждения пожаров и гибели людей. С наступлением пожароопасного весенне-летнего периода количество пожаров значительно возрастает. На территории нашего района также был рост пожаров именно по горению сухой травы, горению мусора и неосторожного обращения с огнем. В данный период актуальная причина пожаров – это неосторожное обращение с огнем. Будь то ребенок, взрослый человек, всегда основная причина пожара в данный период – это неосторожное обращение с огнем, где пожар уже сопровождается большими площадями горения и большими материальными ущербами. Также на территории нашего района начались пожары по причине неосторожного обращения с огнем при приготовлении пищи, так называемые приготовления шашлыков и приготовления пищи для животных. По данным причинам уже были большие пожары с большими ущербами, а именно несоблюдение требований пожарной безопасности при расстоянии мангалов, установки железных металлических печей и, самое главное, что они оставались без присмотра взрослых, а также наличие сильного ветра, который способствовал дальнейшему большому распространению пожара. В связи с этим хотелось бы напомнить гражданам, что при приготовлении пищи шашлыков на открытом воздухе во время особого противопожарного режима запрещено. Если же особый противопожарный режим в республике не введен, на сегодняшний день он уже снят, можно приготовить только при соблюдении следующих правил пожарной безопасности. Если нет запрета со стороны органов местного самоуправления, если ветер менее 5 метров в секунду, и нахождение отопительных печей и мангалов находится на расстоянии не ближе 5 метров от строений и именно в металлических и специальных оборудованных местах. При этом запрещается использовать горючие жидкости для растопки данных печей и мангалов. Потому что возникают всегда причины пожаров именно по неосторожному обращению с горючими жидкостями. И в данный период большое количество людей поступает в больницы с ожогами. И самое опасное это то, что дети также получают ожоги. В пожароопасный период актуально стоит вопрос сжигания мусора на своих присабленных участках, на своих садовых участках и в жилом, на территории жилого дома. На сегодняшний день требования при сжигании мусора имеют следующее значение. Расстояние должно быть не ближе 50 метров от зданий и сооружений. При этом еще раз напомню, если не введен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима хочу заметить, что любое разведение костров, сжигание мусора и применение открытого огня в местах общего пользования запрещается. Поэтому при сжигании мусора также необходимо пользоваться данным положением. Еще раз напомню, что 50 метров от строения это раз. Второе. Обязательно должно быть металлическая емкость, нахождение человека на месте, при себе иметь телефон для оповещения службы пожарной охраны, для того, чтобы в случае каких-то чрезвычайных ситуаций, если выйдет все из-под контроля. И также наличие перевисших средств пожаротушения. Это ведро с водой при наличии огнетушителя. Еще раз напомню, что также скорость ветра имеет значение. Хочу заметить, что сжигание сухой травы в местах общего пользования, на своих участках, на полях, в лесах категорически запрещается. То есть любое сжигание сухой травы запрещено действующим законодательством. За нарушение требований пожарной безопасности влечет уже административное наказание. А если будет поврежден лесной массив, возникает уже и уголовная ответственность. Именно в данный пожароопасный период для снижения количества пожаров и предупреждения гибели людей проводится патрулирование совместно с органами пожарного надзора, пожарной частью, профилактическими группами именно патрулирование территорий, лесных массивов по выявлению мест сжигания мусора, сухой травы. Такие случаи уже в нашем районе есть. Виновные привлечены к административной ответственности. Данная работа продолжается и по сей день. Как можно избежать возникновения пожаров уже в домах? Продолжаются пожары в жилых домах, на дворных строениях, в постройках, в сараях, в банях именно из-за нарушения требований пожарной безопасности. Граждане нашего района не всегда соблюдают требования пожарной безопасности. Особенно после окончания зимнего периода, с наступлением весеннего пожароопасного периода, люди забывают быть более бдительными, проводить ревизию своих электрических сетей, отопительных печей. Опять же, забывают чистить сажу в дымоходах, которая накопилась за зиму. Где-то отопительная печь уже потрескалась, тоже надо особое внимание уделить. Особое внимание уделить электрической сети, провести ее осмотр. Если где-то надо подтянуть, где-то заизолировать, может даже где-то заменить уже устаревшую, потрескавшуюся после зимы электросеть. Особое внимание надо уделить, обязательно, конечно, чтобы не допустить перегрузку от электрической сети. То есть нельзя в одну розетку, в один удлинитель подключать все ваши электроприборы. Телевизор, печи, телефон и другие электроприборы. То есть должны быть распределены они по вашим местам именно нахождения электророзеток. Особое внимание уделять тому, что нельзя оставлять без присмотра какие-либо все электроприборы, если заводам-изготовителям не предусмотрена такая деятельность без участия человека. Это касается холодильников и других аналогичных приборов. Особое внимание надо уделить пожарной безопасности на дворных строениях. Бань и очистке территорий от сгораемых материалов, которые находятся вблизи на дворных строениях. В связи с тем, что в жилых домах на дворные строения находятся близко друг к другу, территория не очищается от горючего материала, любая искра, любое неосторожное обращение с огнем, любое, опять же, сжигание мусора, опять же, неосторожное обращение при приготовлении пищи будет способствовать большому распространению и быстрому распространению пожара на большие площадя и соседние строения. Поэтому необходимо очистить территорию от сгораемого мусора. Посмотреть также еще раз электрические сети, отопительные печи и наличие притопочных лист обязательно возле топки печи, потому что данная причина пожаров актуальна на сегодняшний день также по Янаульскому району. Уже были случаи пожаров, когда угольки из отопительной печи выпадают на пол, на горючий пол и происходит горение и уже пожары с большими материальными ущербами. Особое внимание на сегодняшний день уделяется безопасности детей, именно предупреждение пожаров с гибелью детей. Проводится большая определенная работа государственным пожарным надзором совместно с отделом образования. Проводится дистанционная работа по обучению детей мерам пожарной безопасности, о поведении детей во время пожара и навыкам действия детей именно во время пожара. А также основных причин, которые необходимо избегать, чтобы не допустить пожары. И особенно знание телефона службы спасения. А телефон службы спасения у нас 0.1 со стационарного телефона, 112 и 101 по мобильному. Отделом пожарного надзора Яновского международного отдела разработаны специальные ролики определенные специальные статьи, вырезки, памятки. И все это мы выложили в нашей странице ВКонтакте. Определены ответственные лица, уведомлены сотрудники отдела образования, руководители школ о том, что имеется возможность на данной странице провести полный комплекс обучения детей мерам пожарной безопасности. Особое внимание хотелось бы уделить безопасности детей со стороны родителей. Необходимо каждый день заниматься данной работой именно по профилактике пожаров, по предупреждению детской шалости с огнем. На сегодняшний день у нас уже случаи детской шалости с огнем имеются. Причина и следственная связь заключается в том, что дети не знают, что спички и открытый огонь это опасность. Поэтому необходимо им об этом говорить. Говорить, что спички это опасно, играть с ними в любом случае нельзя. Что такое огонь? Какие бывают материальные затраты, потери? И самое страшное в этом, что гибнут люди, страдают сами же взрослые и виновники пожара. Несколько советов можно предложить во избежание именно большого пожара. Все-таки, если произошел пожар, то необходимо в первую очередь, как говорится, без паники собраться и выполнить следующее действие. Это первое, позвонить в службу спасения по телефону 01-112-101. И сразу же второе, это покинуть опасное место, при этом закрыв за собой все двери, окна, при возможности, и провести эвакуацию себя, соседей, родственников, и уже при возможности приступить к тушению теми средствами, что у вас в наличии есть. Еще раз повторюсь, при возможности. Потому что тушение пожаров это тоже определенные навыки, и при неумении можно получить ожоги различной степени тяжести. Это же независимо квартира, частный дом. Вот три действия, которые они для всех все увидел, позвонил, вышел. Автономный пожарный извещатель дымовой на сегодняшний день является эффективным средством для обнаружения пожара на начальной его стадии. Именно обнаружение признаков задымления дыма в его начальной стадии. Для того, чтобы оповестить жителя дома, квартиры и сообщить ему о том, что значит в здании произошел пожар. И уже гражданин покинет данное место, сообщит об этом соседям и предотвратит трагические случаи. эффективность пожарных автономных извещателей на сегодняшний день уже доказана. Еженедельно, ежедневно они спасают человеческие жизни. В республике таких примеров очень много. В том числе и взрослых, в том числе и детей уже было спасено достаточное количество. И самое интересное, то, что пожарный извещатель настолько громко извещает о пожаре, что даже соседи могут услышать, прохожие, которые рядом проходят с вашим домом, могут услышать данный извещатель и уже сообщить гражданину о том, что произошел пожар, который, возможно, в этот момент находится в состоянии сна. И опять избежать именно трагических таких случаев. Любой возникший пожар всегда можно вовремя ликвидировать на начальной стадии. Если его вовремя обнаружить, первое, второе, будет чем его ликвидировать и третье, именно без паники покинуть помещение, где произошло загорание. В связи с этим обращаюсь к жителям нашего Янаульского района, гостям нашего города и района. При наличии возможности для избежания пожаров и обнаружения пожара на начальной стадии приобретайте пожарные автономные извещатели, устанавливайте их в местах наиболее опасных, скажем так, источников зажигания. это можно установить на кухне, установить в прихожей. Далее, для ликвидации пожаров на начальной стадии также необходимо иметь запасы воды именно для цели пожаротушения в специальных емкостях это 200 литров воды и при возможности приобрести пожарный огнетушитель 5-литровый порошковый, который поможет вам ликвидировать любой пожар на начальной стадии. Хотелось также добавить несколько слов по предупреждению трагических случаев на воде. Скоро наступает купальный сезон, а водоем во все времена является опасным местом для людей и особенно для детей. В связи с этим хотелось бы напомнить элементарные правила поведения на воде как взрослым так и детей. Первое, что надо запомнить это то, что купание запрещено в неотведенных для этого местах. Если же имеется табличка запрещено купание, то также в данном месте купание категорически запрещается. Второе, нельзя оставлять детей без присмотра во время купания ни на секунду. нельзя разрешать заплывать за буйки, запрещается нырять, запрещается нахождение под водой долгое время, запрещается купание в холодную погоду и в холодной воде. Трагических случаев на воде в этом году уже достаточное количество. ежегодно должностными лицами предупреждающие происшествия на воде, инспекторами ГИМС, органами местного самоуправления, уполномоченные на решение данных задач, проводятся рейды именно по выявлению мест купания в запрещенных местах, в необорудованных местах для купания. Будут проводиться рейды, проводятся рейды, при выявлении будут выявляться и привлекаться к административной ответственности. Наступают летние каникулы. Дети со взрослыми начинают организовывать походы в леса, в туристические поездки, в красивые места нашей республики, нашей страны. При этом не все соблюдают элементарные правила организации данного вида отдыха. При организации данного вида отдыха необходимо в первую очередь известить МЧС России. Это можно сделать онлайн на официальном сайте МЧС России по республике Башкортостан, где необходимо указать маршрут, дата, количество людей. Также необходимо всегда при себе иметь теплые вещи, независимо от того, что на улице плюс 30, сильная жаркая погода всегда надо необходимо иметь теплые вещи, а также аптечку, спички, фонарь, средства связи и предупредить своих близких об этом же маршруте, куда и сколько человек направляется. Более подробную информацию о правилах поведения и всех тех мероприятий, которые необходимы, можно ознакомиться на официальном сайте МЧС России по республике Башкортостан. Там уже более конкретно написано, что необходимо делать для того, чтобы данный вид отдыха был спокойным и успешным. Именно при соблюдении всех элементарных правил поведения человека в быту, соблюдении мер пожарной безопасности, правил поведения на воде, в походах, в торговых заведениях или где-то еще на каких-то местах, объектах, позволят вам спасти человеческие жизни, предотвратить пожар, сохранить свое имущество, свое жилье от пожаров и предотвратить трагические случаи. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу и напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал начальник Инаульского Межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Руслан Хамадуллин. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok